Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас сегодня, 6 октября. Такое прекрасное настроение, такая хорошая погода. Сейчас солнышко светит, жизнь идет, двигается к завершению года. И в этом же завершении года состоятся очень много важных событий для всей планеты. И сегодня с вами мероприятие от компании SkyWorld Community. И речь пойдет о инновационном транспорте, о новой модели транспортной инфраструктуры, которая позволит человечеству выйти на абсолютно новый уровень. И сегодня эта технология уже подтверждает свои слова, потому что она в своем проекте на 14 из 15 этапов развития. То есть за 6 лет сделано огромное количество действий, усилий, приложено для того, чтобы продвинуть во весь мир новый экологический транспорт, который будет полезен и необходим уже сейчас абсолютно всем странам мира. Как вы видели в видео до начала нашей презентации, 2 миллиарда долларов может быть потрачено на одно транспортное средство. И 5 лет, а может и больше, только чтобы одно сделать. А мы, дамы и господа, уже сделали 12 транспортных средств. И путевые структуры, то есть и саму дорогу. И все это меньше, чем за полмиллиарда. То есть стоит узнать о том, как гениальный ученый создал потрясающую технологию, которая молниеносно сейчас врывается в наш мир. И уже в нескольких местах. Осталось буквально самое окончание. Наш сверхскоростной транспорт, о котором вы сегодня тоже подробнее услышите. Скорости 500 километров в час – это то, чем мы закончим наш проект. И после этого наша компания пойдет, так скажем, с самофинансированием работать на весь мир, делая новые дороги и освобождая, так скажем, от уже не совсем хорошей транспортной логистики. Наш мир, наши города – делая его чище, делая его просторнее, делая его безопаснее. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Даугавпилс, из Латвии. И всю жизнь старался делать мир лучше. Учился и передавал знания, собирал людей вместе и снова передавал знания. И однажды я узнал, что существует такое направление, как народное финансирование. Это проекты международные через интернет, когда многие люди объединяются вместе, складывают свои ресурсы и создают что-то очень важное и полезное для нашего мира, для народа. То есть технологии, продукты и услуги от народа для народа. И таким способом развиваются сотни тысячи проектов, создаются тысячи компаний. И изучив достаточно много, я нашел самый актуальный. И сегодня вам с удовольствием про него расскажу. Потому что четыре года все больше и больше узнаю и изучаю об этом проекте и о тех проектах, которые будут дальше. И этим надо делиться. Это действительно одна из важнейших информаций, которую сейчас в 21 веке, в 21 году человек может передать другому человеку на планете. Без ограничений менталитета, языка или страны. Это касается каждого. В 2016 году я узнал об этом проекте. И уже буквально через год все-таки посетила мне мысль, что я должен узнать супер глобально как-то сдалека, но надо изучить. И в итоге после первого дня, два месяца я изучал, что это такое, что это за струнные технологии, зачем они нужны, почему это касается меня и как это осуществить. И понял, что это того стоит. И поддержал компанию. И не пожалел, потому что через год узнал, кто такой Анатолий Эдуардович Уницкий, тот, кто создал эти технологии. Прочитав его жизнь, понял, так много было совершено, так скажем, препятствий для экологических технологий, для закрывающих технологий, которые освобождают человечество от труда, передавая его машинам. И я понял, что это что за человек такой, который все это преодолел и в итоге движется к успеху, или что за идея им движет настолько важное, что он все это прошел и сейчас реализует задуманное. Я понял, что нужно больше углубляться и стал партнером этой компании, чтобы изучить лучше и больше иметь возможности делиться с другими людьми. Ну и, конечно же, в какой-то момент стал спикером данной компании, потому что это действительно должны слышать люди, как только это возможно. Потому что сейчас уже 14 из 15 этапов, осталось буквально немножко. Но у каждого есть возможность еще поучаствовать и ускорить это. Спасибо большое, что уделяете время сегодня. И для того, чтобы вы четче могли себе в полочку какую-то положить информацию, которая вам поступает из этой нашей встречи, посмотрите, пожалуйста, на эти основные побуждающие факторы. Если хотя бы один из них вам откликается, то вы с пользой сможете использовать информацию, которую здесь получите. Потому что все эти основные побуждающие факторы относятся к компаниям Sky World Community и к технологиям, которые мы развиваем, финансируем и реализуем. Ну что ж, начнем с того, зачем нам это. Ответ – это касается каждого. Нас 8 миллиардов человек, и мы в замкнутой, закрытой экосистеме. Мы расселились по всему миру, и каждое наше действие влияет на других. Те, кто более влиятельны, у кого производство, какие-то крупные корпорации, нефтеперерабатывающие или пластик, они более влиятельны. И они своими действиями, к сожалению, с развитием техногенной сферы, очень серьезно ставят под угрозу жизнь человечества. А дело каждого – то, что для кого-то это прибыль, для кого-то это фирма, а для народа это жизнь, которые думают о себе, о своем потомстве, любят и процветают. Для процветания нам нужна чистая планета. И единственный, кто может это изменить сейчас, в 21 веке, с учетом интернета и народного финансирования, – это мы с вами, люди. Таким образом, то, что вы сегодня увидели, то, что вы сегодня увидите, создано пятистами, тысячами человек, объединившихся вместе, чтобы сделать мир действительно краше и лучше. Ведь множество проходило, так скажем, технологических революций. И, так скажем, их можно поделить на технологические уклады. То есть какие-то технологии очень сильно изменяли нашу жизнь. И электричество, например, дало невероятные возможности для ускорения развития. Дальше четвертый технологический уклад дал огромную часть, так скажем, нашего передвижения и ускорения. Но сейчас в пятом технологическом укладе – это виртуальная реальность, интернет и гаджеты, такое объединение информативное – наш транспорт стал, наш четвертый технологический уклад, он развивался, но из-за количества этого транспорта и его не совсем разумного, так скажем, местонахождения, он становится проблемней, чем полезней. И получается, что сейчас мы деньги пересылаем за секунды, информацию гигабайтами за секунды, звоним в другую страну, там, на другой континент, видеочат можем сделать с другим континентом, с другим концом планеты на другой стороне. И это все наши возможности. Но мы медленно делаем две вещи – передвигаем грузы и пассажиров. То есть это сейчас зашло в такой тупик. И сейчас время огромного перехода. Вы видите, что происходит с планетой, с людьми, с технологиями. То есть везде какие-то прорывы, резкие изменения, эволюция, революция. И шестой технологический уклад, он сейчас возможен с нашей помощью. Можно назвать, что нанотехнологии – это часть, которая сейчас все больше продвигается. Но в наномир, в, так скажем, в детали, внутрь. А масштабно для нашей планеты одна из самых крупных инфраструктур – это транспорт, от которого влияет и экономика, и здоровье, наши заработки, наше обучение, множество возможностей. И если мы изменим транспортную отрасль, то мы действительно сделаем то самое изменение, которое позволит нам выйти в новую эру, в новый технологический уклад. Это компании пятого технологического уклада. То есть те, которые создали мир, в котором мы живем сейчас. Было много информации, ее распределили, научились ей пользоваться, все систематизировали, получилась компания Google. Процессоры, компьютеры. Тогда вот знали они, насколько это будет важно, и что у каждого теперь дома будет стоять компьютер, а у некоторых и по несколько, а еще и локтопы, и ноутбуки, и планшеты. Либо Alibaba. Представьте, 18 лет назад это была маленькая компания, но она сделала то, что необходимо миру. Microsoft, Walmart, Boeing. Люди в этих компаниях, создатели их понимали, насколько это важно. Но остальные, интернета-то как такового не было, остальные не были проинформированы. Не было такой возможности, не было важности, как мы сейчас можем с вами общаться и доносить информацию, при том, что мы находимся в разных уголках планеты. Это все очень быстро, четко и компактно. Но представьте, если бы вы могли владеть этими компаниями хотя бы одним долларом, просто зная, что это будущее, это переход в новый уклад, это действительно дает огромные возможности. Хотели бы вы иметь там какую-то часть капитала, несколько хотя бы долей, хотя бы один доллар? Ведь смотрите, что такое капитализация компании? Она была маленькая, например, Google, и там стоила тысячу долларов. И вот какая-то часть, один процент, это вот 10 долларов. То есть это какая-то часть, которая за 16 лет росла по мере роста компании, то есть стоимость ее. Плюс каждый год человек получал дивиденды, если владел, так скажем, частью этой компании. И представьте, за 16 лет капитализация из 10 долларов в 100 тысяч долларов. А у Либабы со 100 долларов за 18 лет в миллион 782 тысячи. Это сколько тысяч процентов? Эта возможность, к сожалению, упущена, потому что она была в прошлом. Но у нас есть возможность смотреть и учиться на этой исторической статистике и видеть то, что есть сейчас. Прорывы технологические, информация, о котором доступна полностью для изучения, которые имеют уже как минимум 6 лет труда, отчетов, финансовых аудитов и движения в разработке и сертификации нового типа транспорта. И все идет успешно. Мы 14 из 15 этапов. То есть если где-то что-то было неуспешно, мы бы дальше не прошли. Мы уже в самом окончании. То есть перед вами находится та самая технология, которая стоит у основ шестого технологического уклада. А теперь подумайте, хотите ли вы быть частью этого? Хотите ли вы ускорить это? Как мы сейчас пользуемся компьютерами, интернет-покупками-продажами, Google, так же люди будут пользоваться и новым транспортом, потому что он объединит всю планету. И сможет быть построен где угодно. Только по сравнению с предыдущими компаниями, транспортная инфраструктура самая крупная, самая большая, самая дорогостоящая и самая коррумпированная. Мы можем поддержать нашу компанию своей энергией, своим словом, либо хотя бы просто изучив и приняв собственное решение о том, что это за компания, что это за технология, насколько она реальна, как она двигается, как 500 тысяч человек собрались вместе и упорно продвигают это, насколько это может быть серьезно. Я уверен, что после одного дня изучения вы влюбитесь в то, что делает этот ученый, потому что, дамы и господа, это всего лишь первая технология из целой серии технологий. Экологический транспорт, безопасный, легко интегрируемый куда угодно, работающий в разных климатических зонах и использующий минимум ресурсов планеты для постройки, для эксплуатации и минимум земли. Представьте, для того, чтобы построить на километр трассу, нужен землеотвод всего как тропинка маленькая для прохода путника. Вот настолько аккуратно мы сможем передвигаться где угодно на планете, тем самым не мешая на самом главном уровне, на первом, где находится вся флора, фауна и человек. У нас есть разные виды транспорта. Самый давний по нашим морям и океанам, но, к сожалению, сейчас его скорость уже не подходит под потребности человека 21 века. Грузоподъемность хорошая, но, к сожалению, мы не можем положиться с учетом роста потребления сейчас в потребительском обществе. У нас есть аэропорты, конечно, но представьте, это количество аэропортов, умножьте еще на 20 этих точек, это количество самолетов, и все это летает по нашей планете, забирая ресурсы, очень сильно отравляя воздух и занимая огромную часть времени. Этот транспорт считается безопасным, потому что его проверки просто постоянные. И, к сожалению, нам не подходят двигатели внутреннего сгорания. Мы не можем сжигать наш прекрасный воздух в том же пространстве, где находится наша жизнь, где мы, где наши флоры и фауны. Двигатели внутреннего сгорания, они отходят уже хорошо на второй план, но влияние это необходимо понимать человеку, чтобы это все прошло быстрее. Переход на электродвигатель, а самое главное, на возобновляемые виды энергии. Конечно же, у нас есть железная дорога, которая последние 200 лет так серьезно помогала нам в развитии, так сильно ускорила, как только она появилась. По 30 километров в день кирками и лопатами строили железнодорожных путей. То есть огромная скорость, это было очень важно, очень нужно. Но сейчас, с учетом погрузки и разгрузки, средняя скорость передвижения приблизительно 15 километров в час. И это тот же первый уровень, там, где, так скажем, перерезает живому движение и жизнь. Считается достаточно опасным и тратит огромное количество энергии. Во-первых, двигатели внутреннего сгорания тоже. И при передвижении это огромная масса, и нужно очень много энергии, чтобы ее двигать по первому уровню. Это огромные затраты, которые можно очень разумно обойти и очень серьезно экономить, при этом увеличив характеристики. Ну и, конечно же, автотранспорт. Самый мобильный. Ну, посмотрите, это сетка, как иногда на фруктах в мандарине, там, мандарин или какой-нибудь более мягкий. Сетка, которая опоясывает и связывает нашу сушу, нашу планету. И она также находится на первом уровне. Самый опасный вид транспорта. От чего? Потому что он находится там же. Он непредсказуем. Он самый мобильный и гибко изменяемый в пути. И все эти удавки на нашей планете, которые занимают около пяти площадей Великобритании, они занимают жизнь, занимают пространство жизни, забирают ее у жизни. Но мы можем освободить, если у нас будет транспорт второго уровня, то транспорт первого уровня нам понадобится совсем чуть-чуть. И абсолютно экологично мы сможем это сделать. Ведь сейчас очень необходимо помочь в автотранспорте. Он перестал быть живым. И наши города перестают быть живыми, если мы забываем о том, насколько техногенная сфера должна быть не вредна. и ее меры. Ведь наши города – это место для жизни. Но сейчас это не похоже для места на жизнь. Это похоже на микросхему. Мало зелени, не видно свежего воздуха. Прямо такое видно, что смоу какой-то стоит от транспорта, возможно, от каких-то заводов. Это место для жизни, но при развитии мы застраиваем все, и мы застраиваемся в большей степени на первом уровне. То есть там, где эти дороги. Если транспорт первого уровня каким-то образом переместить, то представьте, какое количество места у нас освободится. Насколько разумнее можно будет выстраивать логистику от места к месту. Причем если у нас транспорт на втором уровне, он может идти любыми линиями. Он может идти отсюда, станция, вот сюда, отсюда, вот сюда. То есть по необходимости строений каких-то торговых центров и так далее, транспорт может проходить над домами. Это освобождает нам всю планету, дамы и господа. Но я еще подойду к этому поближе. Вернемся к нашим городам. Ведь хочется жить в чистом городе, там, где мы здорово себя чувствуем и здорово развиваемся. Потому что сейчас эта перегрузка, именно транспортная, она перестает делать жизнь дорогой. Когда-то тот транспорт, который был полезен, сейчас при таком наличии его на дорогах перестал быть полезным. и начал становиться вредным. По выхлопам, по трате времени, по аварийности. То есть представьте, Индия, Индонезия, вот фотографии справа, не могут позволить себе правильно сделать эту дорогу. Какие-то светофоры, какую-то систему. И поэтому люди передвигаются так, как получаются. Конечно же, безопасность немножко преобладает, потому что каждый решает за себя и следит за собой. Из-за этого очень сильно снижается скорость. А значит, эффективность передвижения. То есть получается, остается грузоподъемная сила. Как у лошади. При том, что скорость невысокая, получается, что на лошадях даже было бы проще, так скажем, вырулить. Либо Китай, либо крупные города. Представьте, здесь 40 полос идут на сужение. Как много времени потратится в этой пробке. Как много топлива потратится. И нашего чистого воздуха. Мы замечаем это уже в наших городах. Потому что даже в городах населением 200-100 тысяч и даже меньше есть пробки, есть часы пик, есть аварии. К сожалению, кроме людей самих и их решений, никто не сможет это изменить. Люди приезжают в город, это урбанизация. Люди съезжаются для того, чтобы быстрее делать свои дела. То есть быстрее за небольшое время сделать разносторонние дела. Потому что они находятся в городе близко. При хорошем сообщении действительно это можно сделать. Но эта урбанизация, она в большей степени из-за скорости. То есть из-за недостаточной скорости транспорта нам приходится приезжать ближе и жить ближе, чтобы не тратить много времени на дорогу. То есть получается, если у нас будет транспорт со скоростью 500 км в час, то нам не придется просыпаться с утра, смотреть в окно или выходить на балкон и видеть соседа с кружкой кофе и постирные вещи. А мы сможем жить действительно в пригороде, где-то недалеко от города, на последних остановках, где больше природы, где больше свежести и здоровья. Либо совсем далеко, но вдоль наших междугородних трасс, струнных. И тогда вы можете добираться со скоростью 500 км в час даже в другой город, в соседний, в столицу, либо даже в соседнюю страну. Потому что скорость 500 км в час вам это позволит. Быстро переместиться, сделать свою работу и в этот же день вернуться домой. И потратить не больше времени, чем сейчас. Люди в среднем тратят на дорогу до работы и домой в крупном городе. То есть эти возможности есть. А внутри города 150 км в час. И представьте, у нас любая логистика, любые направления, даже мы можем проходить сквозь здание. Освобождается этаж и без погрузки на здание делается транспорт. То есть уникальная транспортная отрасль, которая интегрируется куда угодно и выручает существующую систему. То есть не нужно делать какую-то замену. Одна придет на помощь другой. Как мобильные телефоны пришли на помощь домашним телефонам, которые у нас привязаны к коридору, например, когда-то были. То есть сейчас люди замечают все больше, потому что им становится некомфортнее жить в городе, что города перестают строить для людей, их строят для машин, а пешеходов выносят куда угодно. В некоторых городах неудобно перемещаться и жить, если у тебя нет транспортного средства. Некоторые города, конечно, страдают еще больше. Поток большой, его необходимо расширять. В инновации идти не хотим, изучать не хотим. Делаем по старым наработанным схемам, потому что, опять же, это чей-то бизнес. И смотрите, делается второй уровень дороги. Да, пропускная способность увеличится, но это город, место для жизни человека. Внутри этого дома первых четыре этажа жители никогда больше не увидят прямого солнечного света. Должно ли быть так? Возможно ли это для хорошего существования? Мне кажется, нет. То есть дороги первого уровня, такие массивные, с автотранспортом, железной дорогой, они в любом случае будут полностью мешать нам двигаться по нашей планете, реализовывать себя на этой планете. Эти удавки, как с фотографией справа, мы перерезаем, так скажем, пути, миграции к животным, строя подобные дороги, потому что сейчас они все с заборами, поток большой, они делаются глубоко и перебиваются в грунтовые воды. С одной стороны заболоченные местности, с другой стороны засухи. То есть такое негативное влияние. При том, что транспорт становится все более опасным и неэффективным и вредным. То есть нет смысла двигаться в сторону направления тупика. И решить и изменить это могут только люди. Поэтому я и говорю, что это касается каждого. Слава богу, что каждый из нас может вложить свою лепту и изменить это. Лос-Анджелес. 20 миллионов человек, 20 миллионов машин. 3-4 часа можно потратить, если выехал не в то время, не в том направлении. Я был в этих пробках, и действительно тратится очень много времени. Неприятный воздух, очень загазованно, еще и жарко. И когда от города отъезжаешь, ты видишь прям такой полукилометровый слой, смок, такая пачка серо-черного воздуха. Изнутри города не так заметно. Вот когда со стороны подъезжаешь, тогда очень-очень хорошо видно. И всем этим городам, крупно развивающим, дающим огромное развитие и движение нашему человечеству, им необходимо помочь, как и слабым регионам. И наша технология способна на это. Способна не делать глупые решения, дорогостоящие, недолговременные, небезопасные. Ну и, конечно же, некомфортные. Есть технология, которая может все, и не только может, а вмещает в себя абсолютно все эти детали. Ведь мы видим, люди все равно будут передвигаться. И если мы этот первый уровень систематизируем, хотя бы чуть-чуть, вот ровно по центру этой дороги, здесь опора, здесь опора, здесь опора, ну и так далее. Здесь струнный транспорт. С небольшим землеотводом, может быть, 100, например, тысяч пассажиров в час. Трасса. И представьте, это все разгрузится перед вами. Вся вот эта часть людей сможет перевести какие-то свои маленькие товары, еще что-то переместиться самим на учебу, на работу. И разгрузится в треть, в половину. То есть увеличится скорость, уменьшится загазованность, уменьшится аварийность. Одна трасса делает огромную работу. То есть, и при том, что они строятся очень быстро, легко и малозатратно по ресурсам. То есть мы сможем очень быстро изменить положение. И в сильно развитых странах, и там, где большое сообщение, и там, где слабое сообщение, там, где очень много людей. То есть везде есть свои решения. Вы сегодня их увидите. И это необходимо сделать, потому что это опасно. Это опасно для жизни человечества. Ведь если каждый из этих людей будет иметь чуть больше возможностей, например, по передвижению, чтобы учиться работать, для всего мира это будет очень большой рост. Также первый уровень нам необходимо очистить автомобили, потому что полтора миллиона жизней в год забирают автомобили. И более 10 миллионов оставляют инвалидами. Больше, чем во всех остальных катастрофах в мире. То есть данный способ передвижения исчерпал себя при нашем количестве населения планеты. А мы же все равно не будем останавливаться. У нас такой рост за последние два столетия произошел в численности населения. Поэтому нам нужно развиваться с пониманием на будущее на 100, 200, 300 лет вперед. И технологии Анатолия Юницкого как раз нацелены не на 10-20 лет, не на десятилетия, а на столетия вперед. Плюс давайте посмотрим. Увидьте это, пожалуйста, представьте. Как логистика может помочь нам? 200 машин, 177 машин и 200 человек занимают три квартала места. Очень много пространства. Сначала пока едут, занимают много пространства плюс дистанция и создают маленькую опасность или даже большую. А потом они стоят и занимают в городе огромное количество пространства без полезной работы. там, где могли быть сады, плодовые деревья, фонтаны. То есть место более живое. Это возможно сделать в нашем городе. Потому что, смотрите, сами 200 человек занимают очень мало места. Раз в 10 меньше места, наверное. И то есть саму продуктивную работу нужно сделать совсем небольшую. Например, как в Европе, три электроавтобуса. Правильная логистика. Запустить их может почаще, остановки. И таким способом можно будет переместить по существующей инфраструктуре этих 200 человек. Просто более разумно и экологически чисто. А какая-то часть этой дороги может пойти на зеленые, так скажем, зоны. Либо вообще один легкий поезд. В который вмещает в себя 200 человек. Но представьте, наш транспорт может передвигаться над зданиями. Вдоль зданий, сквозь здания. То есть все дороги, которые сейчас есть, не имеют практически значения. Останется какая-то их часть со временем. Потому что мы сможем по существующим активным центрам наших существующих городов выстроить правильные маршруты. То есть уже где люди больше преобладают, по каким маршрутам ездят, все это известно. Таким способом все и выстроить. То есть не только в новые города можно будет построить разумный экологичный транспорт. Но и все уже существующие города смогут модернизироваться. Как это приблизительно будет? То есть представьте, вы либо из дома, либо на телефоне идете, находитесь рядом с определенной остановкой, нажимаете, куда вам необходимо в приложении и идете на остановку. Уже момент расчета есть, когда вы будете на остановке. Это закрытая система. То есть она с искусственным интеллектом. То есть все работает сообща. И к моменту, как вы туда приходите, вы ждете буквально немножко, возможно, даже меньше минуты. И приходит ваш транспорт. Вы садитесь в транспорт с единомышленниками, которые едут с вашей же остановки на ту, которую вы поставили. И все промежуточные остановки вы пропустите. То есть вы один раз разгоняетесь, едете по главной магистрали, если это в городе 150 км в час, один раз тормозите, то есть минимальные затраты энергии и времени, и выходите точно там, где вам нужно. То есть таким способом даже в большом городе можно будет передвигаться в разные уголки за 20 минут. Как минимум, Анатолий Эдуардович говорит, что в городе это самое продуктивное. То есть рассчитать, чтобы скорость позволяла, и размер города позволял за 20 минут преодолеть любые расстояния. То есть это новая логистика, способ перемещения. Тут может быть в зависимости от пассажиропотока и 2, и 4 места, и 8, и 16, хоть 200. То есть все зависит от необходимости. Но с такой помощью мы сможем передвигаться молниеносно в любые части города. При том, что все это будет ажурно проходить сверху, очень экономично. А вся поверхность нашей планеты начнет все больше и больше принадлежать жизни, флоре, фауне и человеку. Также и грузоперевозки. Самое дорогостоящее направление. И сейчас в аэропотреблении каждый человек платит за то, как происходят эти грузоперевозки. За их передвижение, за их разгрузку, за их простое, за их перемещение из порта на железную дорогу или автотранспорт. То есть все это создает огромную стоимость. То есть просадка один день простой может стоить больше миллиона здесь, в таком порту. Но у Анатолия Эдуардовича с помощью струнных технологий есть возможность делать на шельфе моря порт, чтобы не нужно было вот эти вот огромные работы производить здесь, земляные работы, здесь водные, чтобы сделать такой большой порт. Потому что транспорт просто присоединяется к порту здесь на шельфе моря, разгружает свой груз. Груз попадает на юнитрак, который мы сейчас уже сертифицируем и испытываем. И этот юнитрак, умное транспортное средство, двигается в нужном направлении, чтобы его доставить. То есть нету никакой задержки. Есть очень здоровское передвижение. Так, Нина написала, что нет картинки. Смотрю, вроде есть картинка. Картинку вижу. Картинка меняется. Может быть, сверните, разверните еще раз, либо перезайдите, пожалуйста. Потому что да, работает, меняется. Так вот, мы можем это использовать. Мы можем это изменить. И получается, получать товары быстрее. Вот, получать товары быстрее. Платить за них гораздо меньше. Ну и, конечно же, как в Суэцком канале, в котором уже Unisky String Technology появила, сделала предложение, как можно построить трассу, которая будет намного дешевле стоить в постройке и будет суперэкономично по перевозке груза. То есть, потому что здесь из-за одного судна создалась пробка на миллиарды долларов на полпланеты, которая повлияла на экономику, можно сказать, всего мира. И это нельзя допускать. К сожалению, такие вещи происходят. Вот. Ну и, слава богу, есть решение. То есть, мы на мировом уровне уже с нашим генеральным конструктором Unisky String Technology заявляем и предлагаем решение действительно важных мировых проблем. Это очень большие, так скажем, успехи, потому что эти две проблемы, их действительно необходимо решать. Очень сильно изменится качество жизни нашей. Потому что перегрузка транспортных путей, она, если не дать новый вид транспорта, она не изменится, она будет становиться все хуже и хуже. И транспорт перестанет себя оправдывать. Он станет более вредоносный, чем полезный. А отсутствие безопасности – это первый уровень. Мы должны его освободить. Если мы освободим хотя бы то, что лежит под асфальтом, либо то, что лежит под железной дорогой, и посадим там сады, у нас вся планета будет обеспечена едой в какой-то мере, которая сезонной, например, хотя бы. Хотя если мы снимем транспорт всего первого уровня, то действительно у нас получится Эдемский сад. И это возможно, потому что одна из технологий Анатолия Эдуардовича – это гумус. Это специальная плодородная почва, которая позволит нам озеленять даже пустыню. Но вернемся к нашим дорогам. Мы строим их для того, чтобы объять нашу прекрасную Землю. Но она живая, и этот первый уровень она заносит бархамами, сводит, сносит, ломает, заснеживает и так далее. Мы двигаемся с помощью техногенной сферы и видим, но как будто не замечаем, какое влияние на нашу планету. Сейчас, чем больше катаклизмов, тем больше внимания приковано, потому что вся наша технология, кроме экологической, должна быть переоборудована, перенаправлена. Иначе у планеты действительно есть возможность точки невозврата, когда мы не сможем восстановить нашу экологию, нашу биосферу. И это возможно с помощью экологических технологий. В первую очередь с помощью экологического транспорта, не просто пересесть на электродвигатели с двигателями внутреннего сгорания, потому что нам же необходимо получать энергию, чтобы их заряжать. А это в 9 из 10 случаев будет сжигание каких-то ресурсов. Необходимо направиться на возобновляемые виды энергии. И у Анатолия Эдуардовича есть технологии, которые на ближайшие 5000 лет позволят нам иметь энергии в изобилии. С помощью сланцев внутри нашей поверхности, нашей планеты, так скажем, жизни, прошлой, которая отложилась в нашей планете, и угля. И с помощью специальных, так скажем, свойств и изменений на выходе мы будем получать чистую энергию и гумус, с помощью которой будет становиться очень плодородная почва. То есть нам сейчас с вами решать, какой мир мы хотим в будущем, потому что только люди могут это изменить. Те, кто владеют подобными компаниями, которые серьезно сейчас отравляют, так скажем, экосферу нашей планеты, они больше нацелены на бизнес, на прибыль, а народ, как каждый, как единичка и как вместе, как единое, мы нацелены на процветание, проживание, выращивание детей, внуков и здоровой пищи, радоваться жизни. Это не похоже на радость жизни, и мы можем это изменить, потому что в данный момент мы находимся по центру комнаты, по центру мира, который закрыт, он защищен, но и у него есть биосфера, место для жизни. К сожалению, наше детище, техносфера, она либо из живого делает мертвое, либо из мертвого делает мертвое, для того, чтобы работать и функционировать. И нам необходимо пересмотреть это использование нашей планеты. И слава богу, у нас есть предложение, у нас есть предложение, как это изменить. Потому что загрязнение окружающей среды, как и все остальные проблемы, это также касается каждого. И опять же прекрасно, что каждый может это изменить. Транспорт развивается, но, к сожалению, изменения в нем не сильно большие. Качественных изменений происходило не так уж много, как и сейчас, на последних выставках, при показании разных новых транспортов, инноваций, там на самом деле новые кожаные сидения, новые мониторы, там Wi-Fi, розетки, особо сильно ничего не меняется. Есть варианты, как освободить пространство, либо использовать, так скажем, свободное пространство. Но насколько это рентабельно? И все равно это остается достаточно опасным, достаточно тяжелым, громоздким, с огромным землеотводом, много ресурсов планеты и небольшие скорости, что самое важное. Но работая на чистой энергии, с более разумной, ажурной конструкцией, не использовать лишние, лишние детали, лишний вес, только то, что необходимо, Анатолий Эдуардович разработал и представляет нам подобные технологии, с которыми мы можем в 15 раз сохранить и уменьшить потребление топлива, так скажем, энергии в эквиваленте топлива, плюс мы будем добывать ее возобновляемыми способами. Солнечная энергия, геотермальная энергия, ветровая. С помощью данных технологий и более разумного подхода мы сможем уменьшить все расходы, то есть получить больше эффективности и характеристик, а при этом затрачивать всего меньше. Как это происходит? Например, с аэродинамикой. Чтобы перемещаться вообще, груз, переместитель, пассажир, главная энергия переходит на разрешение, на разрушение и сопротивление окружающей среды. То есть только какая-то часть идет на движение, то есть на разгон и торможение, а большая часть, например, при скорости 60 км в час, 30% энергии двигателя внутреннего сгорания тратится на сопротивление воздуху, когда мы с ним сталкиваемся, на экранный эффект, завихрение снизу, которое нас замедляет, и на турбулентность, то есть разреженный воздух, как воздушная яма, в которую она слегка затягивает после того, как мы из нее выезжаем. То есть, может быть, кто-то видел, как за огромными грузовиками сзади едут велосипедисты и не крутят педали, их просто как бы подтягивает постоянно воздухом. То есть таким способом наша аэродинамика и коэффициент аэродинамического сопротивления достаточно высокий. Что сделал Юницкий? Юницкий поднял транспорт на второй уровень, освободив нам первый уровень для жизни. У него не сплошное полотно, а отдельные рельсы. Это берельсовая трасса. То есть воздух проходит с каждой стороны одинаково. Нет экранного эффекта снизу. Спереди из-за прекрасной формы мы разрезаем воздух, не сталкиваясь с ним. То есть минимальное сопротивление. И по окончанию воздух также плавно сходит с транспортного средства. То есть мы просто не движемся против, и тем самым получаем огромную эффективность. Этот транспорт в 16,5 раз лучше по аэродинамике, чем Бугатти Виром. Одна из самых быстрых скоростных машин, таких спорткар мощных. То есть с помощью подобных технологий мы можем очень серьезно уменьшить наши затраты. Причем это в масштабах всего человечества. Представьте, 14 человек 100 километров преодолевают со скоростью 100 километров в час. То есть такой автобус. Всего тратят полтора литра топлива. То есть это очень, очень экономно. Но еще лучше для водителей. Представьте, не 5 человек, а 6 в полном комфорте. И вам не нужно везти. То есть вы полностью свободны. Плюс 2 огромных багажных отсека для вашего багажа. И вы перемещаетесь с очень потрясающим видом 100 километров. И тратите всего 5,5 литров топлива. То есть можно сказать, да, у меня приблизительно так же. Но вы передвигаете со скоростью 500 километров в час. Абсолютно безопасно и экологически чисто. То есть представьте, какая экономия в масштабах даже одного человека в год. А если взять миллиард человек в год. То есть мы просто делаем ту же работу и затрачиваем меньше. Эти ресурсы остаются для движения в каких-то других направлениях. Такие прекрасные возможности, чтобы решить проблему большого расхода энергии. То есть это 4 главных проблемы. И давайте рассмотрим трассу. Если точка А, точка Б, нам нужно ее совместить, чтобы было хорошее сообщение. Это разный ландшафт. Повышение, сужение, повороты. Нам все это необходимо смести в одну сторону. То есть всю флору и фауну выровнять, как бы там ни было. И только после этого можем там что-то делать. После этого в 10 слоев выкладываются определенные, так скажем, материалы. Все это укомплектовывается так, чтобы это служило как можно дольше. И только после этого, после этих огромных дорогостоящих земляных работ, туда можно поставить транспорт, чтобы он передвигался. То есть насколько это эффективно. Вот так это выглядит в реальности. Представьте количество энергии, времени, ресурсов, которые нужны этому эскаватору, чтобы сделать подобные, хотя бы километр такой дороги. Либо сколько энергии нужно и времени, чтобы взорвать в скале и проложить железнодорожный путь. Можно двигаться в десятки раз с меньшими ресурсами. То есть уменьшить эти затраты и получать столько же или даже больше пользы. Потому что с помощью струн, предварительно натянутых, между анкерными опорами и все натяжение, которое направлено на земную кору, мы любой участок, неважно какой там ландшафт, овраги, реки, дома, мы проходим над ним и имеем прямую дорогу без изменения всего этого. Минимум воздействия на планету, минимум вреда и максимум пользы для человечества. Действительно здорово. Такую возможность уже реализуем и уже даже попробовали. Я лично сам катался на трех видах трасс. И в этом месяце, надеюсь, мне повезет, я прокачусь на четвертый в тропическом исполнении. То есть транспорт работает, технология работает, сертифицируется успешно. Ее необходимо закончить как можно скорее. Поэтому как можно больше людей, если узнают об этом, это будет намного лучше. Поэтому мы двигаемся дальше. Я надеюсь, вы запоминаете эти данные, эти факты, что-то откладывается вам, чем вы сможете поделиться с вашими друзьями, с вашими коллегами, знакомыми, единомышленниками. Потому что 14 из 15 этапов – это уже окончание, конечно, но каждый человек и каждый день важен на пути к прогрессивному, счастливому будущему, стабильному, экологичному. Ведь с помощью такой транспортной инфраструктуры каждая страна и каждый город сможет улучшить свою экономику, свое состояние. Ведь посмотрите, минимальные капитальные затраты, эксплуатационные расходы также минимальные, расходы энергии также минимальные. Загрязнение окружающей среды также минимальное. И транспортная аварийность также минимальна. И суперпропускная способность. То есть с помощью данной технологии, которую можно еще строить очень быстро и очень легко где угодно, то есть легко интегрируемо, мы сможем очень быстро изменить то, что происходит в нашем мире. И чем больше нас, тем быстрее это произойдет. Ведь сейчас есть одна часть, те, кто владеет традиционными технологиями, пластик, нефть, автотранспорт, железная дорога, авиация. И есть народ, который уже видит и знает, что есть варианты получше, которые решают, каким воздухом дышать и на каком транспорте ездить. Потому что нас намного больше. Сейчас нас 500 тысяч человек. Но в скором времени нас будут миллионы. И мы будем продвигать экологические проекты по всей планете. Этот проект лишь только начало. Поэтому, дамы и господа, компания SkyWorld Community приглашает вас ознакомиться, изучить и поддержать экологические технологии Анатолия Эдуардовича Яницкого. Новый струнный транспорт, который сможет поправить существующую ситуацию и связать абсолютно весь мир едиными дружественными экологичными узами. С фантастически быстрым перемещением для нашего наилучшего развития. Мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. То есть мы с вами делаем будущее. И мы его уже реализуем в материи. Стоит посмотреть, уже очень много видео есть, как этот транспорт ездит, как ездят на нем и разные делегации, разные люди. То есть мы успешно доказываем, что данная технология имеет место быть, что она рабочая, что она с успехом сертифицируется, улучшается, создаются новые поколения. И эта компания, она растет, как на дрожжах, очень быстро. С помощью этого транспорта мы убережем мир, потому что везде транспорт будет на втором этаже. И он будет незаметен, он не будет нам мешать, он будет чистый. Также полная безопасность, есть противосходная система, то есть мы никогда не сойдем оттуда. Если нам необходимо, есть система спуска с транспортного средства в суперэкстренной ситуации. Хотя если даже несколько электродвигателей, мотор, колес выйдут из строя, другие доставят вас на место. Если все по каким-то вдруг причинам, другое транспортное средство вас может, так скажем, оттранспортировать до места ремонта или замены. Все продумано до мелочей, и общая вся система работает сообща с безопасностью в 2000 раз безопаснее, чем транспорты первого уровня. Хотя это всего лишь струны, и используют самое интересное явление ее. Можно их сгибать, можно их сжимать, можно их скручивать, а можно растягивать. И при растяжении струн получаются потрясающие характеристики. То есть множество пучков струн, предварительно натянутые, помещены в корпус рельса вместе с специальным наполнителем, который фиксирует их в определенном месте, упрочняет стенки, консервирует и поглощает шум. То есть рядом с ним, с этим транспортом будет комфортно, он не шумит. И на этот корпус рельса сверху головка рельса, по которому идет стальное колесо с максимальным коэффициентом полезного действия. Это один из видов трасс. Они могут быть разнообразны для горных местностей, для тропиков отдельные, для Индонезии могут быть отдельные, для разных пассажиропотоков, для разных задач разного угла и так далее. Анатолий Эдуардович разработал и сейчас проявляет всю, так скажем, линейку данных транспортных средств и путевых структур. Потому что, например, снизу транспортное средство, на котором я катался в 2019 году, провисающая трасса, 400 метров между опорами уже сейчас, при том, что мы еще даже не закончили сертификацию. Представьте, 400 метров любого ландшафта вы пересекаете над домами, над реками, над озерами. То есть такая возможность без представления нашей дорога легко двигаться. Двигаться самим, двигаться с друзьями, двигаться с нашими вещами. Либо, например, посередине вы видите берельсовую ферму с подвесным транспортом и навесным транспортом. То есть здесь могут двигаться более серьезные, а не шире, потому что две рельсы, а, например, не одна. Также сверху, например, могут идти поезда, как сейчас готовится трасса в Объединенных Арабских Эмиратов для пассажирского. Использование с высоким пассажирным потоком, там будет 200 человек в транспортном средстве. Это 8 модулей по 25. Либо грузовые перевозки, которые до 50 тонн могут быть транспортные средства. И тоже они могут составляться в поезда, если это необходимо. Если большой груз идет прямо в одно и то же место. Но, опять же, это для, например, месторождений, либо еще каких-то. То есть есть от самых маленьких систем, например, суперлегкой колтюбинговой трубы, специальное исполнение сможет быть около километра от одной опоры до другой. Вот, например, для решения последнего километра, там, где маленькие деревушки, где мало людей ездят, но транспорт нужен. И мало ресурсов потратили, мало земли, но есть трассы, тем не менее, все могут добраться. Там, где крупные перевозки, там можно строить более тяжелые трассы, более тяжелый поток, берельсовый, например. То есть под каждую необходимость будет лучшее решение. И мы видим, что это действительно так и продвигается. Пять видов трасс реализовано в Белоруссии в экотехнопарке. И смотреть на них и ездить в них – одно удовольствие. То есть ты понимаешь, что это действительно будущее нашей планеты. Как жаль, что нельзя каждого человека пригласить туда вот в одном мгновении, чтобы каждый прокатился хотя бы один раз, чтобы он просто своим телом почувствовал, о, в натуре реально, точно, точно получится. Так что сейчас остается только наблюдать, потому что развитие идет уже семимильными шагами, затрагивая будущие проекты Леницкого. Этот проект после завершения выйдет на самофинансирование и уже будет работать с миром по строительству. А мы продолжим делать следующие технологии, о которой уже говорит Анатолий Эдуардович Леницкий. Леонардо да Винчи нашего времени, потому что создал целую серию технологий, эко-мир, где есть большинство решений для всех существующих проблем сейчас, потому что многие, многое из того, что он предлагает, уже на порядок выше тех проблем, которые у нас сейчас есть, на сотни лет вперед. Этот человек понимал еще 40 лет назад, даже больше, потому что был заинтересован жизнью, природой и наукой. Он понимал, куда идет человечество, изучал это все больше, потому что понимал, что это необходимо поменять. И, видимо, настолько внутри много силы, что он решил сделать это сам. Он решил взять знания, найти знания и создать такой способ движения нашей цивилизации, чтобы у нее действительно было будущее, а не чтобы мы стояли и волновались о точке невозврата, которую мы можем достичь. И он справился. Он справился и за свою жизнь обошел весь мир в поиске единомышленников. И с помощью народного финансирования, с помощью множества людей, таких, как вы и я, просто людей, которые хотят любить, хотят жить в радости, хотят дарить благо другим людям. Ради этого и эти люди собрались вместе для того, чтобы создать сначала транспорт, потом эко-дома, потом линейные города и сделать нашу планету действительно экологической. И сейчас мы завершаем первую стадию. Мы создали закрывающие технологии, которые так тормозятся по миру, экологические технологии, очень эффективные, которые ни на нефти построены, ни на сжигании, потому что чей-то бизнес разрушится. Это закрывающая технология, которая освободит людей от множества проблем и множества работы. То есть это искусственный интеллект, огромная система, единая, как рой, каждый транспорт, каждая опора, связаны между собой, двигаются совместно, сообща, всегда могут помочь друг другу, предпринимают определенные решения и изменения в каких-то ситуациях. То есть заложены алгоритмы, искусственный интеллект. Есть машинное зрение, то есть полное окружающее, так скажем, понимание ситуации для транспортного средства. Внутри 250 датчиков в таком транспортном средстве для полной нашей безопасности и комфортности. То есть это транспорт, это, так скажем, телепорт будущий, только еще с задержкой времени, потому что вы заходите в транспортное средство, можете заниматься чем угодно, вам не нужно никак не передвигаться, не рулить, и через какое-то время вы появляетесь в том месте, куда вам было необходимо. То есть это практически как телепортация, только еще со временем. Мы придем к этому, потому что у Анатолия Эдуардовича, ну, я шучу, конечно, насчет придем к телепортации, но у Анатолия Эдуардовича есть разработки на передвижение в фар-вакууме, разряженной среде 1200 километров в час. Это при... Если мы будем дальше развиваться в таких масштабах, то это действительно будет перемещение в пространство и как будто телепортация. То есть перед вами транспорт нового поколения. Действительно подстать новому технологическому укладу. Это транспорт точно изменит состояние любой страны, экономику этой страны, эффективность этой страны. И если еще 6 лет назад мы видели только чертежи этих транспортов, пассажирских транспортов, грузовых транспортов, то сейчас это все создано уже в металле, в материи. То есть если вы помните видео в начале, которое я ставил, 2 миллиарда долларов и до 10 лет, до 2 миллиардов долларов на одно транспортное средство может быть потрачено. У нас меньше полмиллиарда, меньше 6 лет, и мы сделали 12 видов транспорта, разработали 16. И уже большая часть из них сертифицирована. Остальные продолжат сертифицироваться. Трассы сертифицируются. То есть огромное количество работы было проделано за такой короткий срок. Только если вы поизучаете это, вы поймете, насколько серьезно настроена компания, насколько серьезный штат. Можно проверить финансовые аудиты, сертификаты, которые у нас приходят с разных стран. То есть работаем действительно глобально на всю планету. Ну и, конечно же, радуемся каждому новому сертификату и каждой новой победе. Ведь на государственном уровне нас принимают и признают. В Объединенных Арабских Эмиратах есть действительно, так скажем, наша победа. Я чуть позже, я не расскажу, прям зачитаю, чтобы это вам запомнилось. И поймите, сейчас 14 этап. Мы уже практически готовая компания. То есть чертично сертифицирована. У нас огромный штат, практически в тысячу человек. Серьезные, так скажем, мастера своего дела, высокие специалисты, много обучаются уже на месте за последних 4-5 лет, потому что части знаний, которые дает Анатолий Эдуардович, то, что они делают, возможно, еще не учат в университет, потому что самое передовое. То есть какие-то вот новые знания, они же должны еще пройти, например, 4 года, пока создадут какую-то, ну там, или несколько лет, пока создадут программу, потом ее кто-то должен пройти, и только тогда получит такое образование. А здесь, сейчас мы создаем то, что еще не было. То есть это по-любому будет инновация. И растут, растут наши мастера, квалификация наших сотрудников, работают на передовых компьютерах с мощнейшим железом. Очень сильное программное обеспечение. 3D Experience от Dasalt Auto, например, это одна из топовых программ в 3D-моделировании, когда много людей могут с разных стран работать сразу над одним проектом, делать его вместе. Так же, как и, так скажем, таким способом мы можем сделать продукцию наивысшего качества, при этом очень разумно используя ресурсы. Более 10 тысяч квадратных метров площадей, офисных только. Имеется более 80 конструкторских бюро. То есть множество направлений развиваются и прорабатываются. Огромная компания строится, можно сказать, в будущем корпорация. Одна из самых крупных компаний и сейчас один из самых крупных проектов в истории человечества, который запускал народ вместе. Также мы совладельцы трех заводов, те, кто поддержали уже эту компанию. То есть у нас есть собственное производство, передовое производство с станками за 500 тысяч долларов и не один такой. Акума, например. И множество гибок, специальные лазерные резки, 3D-принтеры, из которых можно создать практически все, что угодно. То есть мы делаем суперинновационный транспорт. Он не проще, чем авиация, чем самолеты, при том, что у него даже лучше аэродинамика получается, чем у самолета в некоторых местах, у некоторых транспортных средств. Вот. То есть у нас есть все для того, чтобы развиваться семимильными шагами после окончания 15-го этапа, когда компания выйдет на самофинансирование. Но адресные проекты, как оказалось, начнутся, скорее всего, раньше конца 15-го этапа. То есть до того, как мы просертифицируем скоростной транспорт наш, который уже готов и сертифицируется, необходимо как бы в большей степени нам трасса. До этого времени уже начнутся адресные проекты, о которых Анатолий Эдуардович уже упомянул. И в этом году мы точно узнаем, где, что, как, сколько, и сможем радоваться и оправдывать, и, так скажем, радоваться и праздновать. Праздновать. Потому что где проекты, там прибыль, там, значит, и дивиденды, там, значит, и более быстрая, скорая возможность развития нашей технологии. То есть сейчас перед нами стоит уже не такая большая задача – информировать, информировать и информировать, чтобы все люди на планете хотя бы один раз услышали о том, что еще в 2016 году в Белоруссии, в Марьиной Горке был полигон бывший танковый. В 2019 году там уже около 7 тысяч человек проехало на новых видах транспорта уникальных и увидели, как экология, стройка и транспорт могут быть совместны. А уже в 2021 году, сейчас, мы можем поделиться тем, насколько развилась эта суперэкологическая база с эко-домами, со специальными испытательными центрами. Новыми разработками струнных мостов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас уже в данный момент в Белоруссии в умеренном климате есть просертифицированные трассы, транспорты. То есть огромная, огромная часть работы проделана уже здесь. Но, к сожалению, нам не дали продолжить эту прекрасную трассу для того, чтобы сертифицировать скоростной транспорт. Из 27 согласований 26 было получено, а 27 нам по какой-то причине не дали. И нам пришлось переходить и двигаться дальше, искать, где нам построить эти наши завершающие трассы. Чуть больше вы сможете узнать о том, что происходило, чего мы достигли, какие были проблемы и, так скажем, как их разрешили. Вы сможете, если посмотрите, «Экофест-2020». Он проходил онлайн из-за ограничений в нашем мире. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, желательно в этом месяце, потому что уже в этом месяце будет «Экофест-2021», где будет включение и с Белоруссии, и с Объединенных Арабских Эмиратов. Так что стоит подготовиться, чтобы все правильно сложилось. Потому что стоит поинтересоваться, насколько много работы проделывается как быстро, несмотря на то, что происходит в мире. Потому что в Белоруссии было уже около 40 делегаций из разных стран. Приезжали, смотрели, ездили, некоторые даже по несколько раз. Но и мы тоже на месте не стоим и посетили 18 международных выставок в разных уголках планеты. И в Индонезии, в России, в Индии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Германии и так далее, и так далее. Одна из них – Берлин. И на Транс-2018, где мы представили наш скоростной транспорт. 5 тонн приблизительно, стоимость как у джипа, но 6 мест, огромная грузоподъемность, 500 км в час скорость, полная экологичность и безопасность. Это действительно инновация. Из 3000 стендов, представьте, мы были действительно те, к которым, мне кажется, зашли все. Все делегации из 18 стран, 25 делегаций официальных подошли и посмотрели. Даже в соседние, так скажем, места других компаний были увлечены и приходили к нам, чтобы посмотреть, посидеть внутри, пощупать эту инновацию. Кто-то даже пошутил, что белорусы ракету привезли. Но на самом деле это действительно самый скоростной надземный транспорт, который в скором времени будет летать по всей планете. 160 тысяч человек, связанных с транспортом, посетили эту выставку за неделю, меньше, чем за неделю. То есть и все люди эти нацелены на именно транспорт. Они поедут в свои города, в свои компании, в свои страны и будут, так скажем, делиться, что они увидели, что действительно имеет важность. И после данной выставки действительно был большой ажиотаж, был большой такой всплеск интереса, потому что мы сделали действительно фурор. Это полная инновация. Мы попробовали этот транспорт, посидели внутри. Это люкс-вариант, действительно VIP. И я так хочу увидеть скорее, как 500 километров в час мимо меня проносится окружающая среда, прекрасная, цветущая, чистая, которой мы никак не мешаем. Действительно потрясающие эмоции, когда находишься там, когда видишь это, ты понимаешь, что это создано нашими с вами руками. Кто бы где ни работал, кто бы какой-то, кто-то юрист, кто-то бухгалтер, кто-то инженер, кто-то спортсмен, кто-то певец. И 500 тысяч человек подобных свою энергию взяли и передали для того, чтобы создать то, что вы сейчас видите. И это что? У нас такое же огромное продвижение в Объединенных Арабских Эмиратах. Нам выделили землю в Эмирате Шарджи, так скажем, Центр искусства и культуры арабского мира по, так скажем, установке ЮНЕСКО. Там же огромная часть это SRTi Park. И это как Силиконовая долина, либо Сколково в России. То есть там собираются технологии и компании, которые самые инновационные. Их разрабатывают, улучшают, создают в продукт, и они расходятся по Объединенным Арабским Эмиратам и по всему миру. У нас там есть потрясающий полигон. Когда я увидел это в первый раз, я подумал, что, ну нет, это, наверное, будет очень-очень долго строиться и очень дорого, но уже через полгода объявили, так скажем, то есть через полгода, как мы пришли в Объединенные Арабские Эмираты, уже появился этот проект. То есть за полгода сделать такой огромный проект, и это было сделано на порядок дешевле, чем это стоило бы вообще в мире. То есть наша компания справляется со всеми неурядицами или какими-то интересными задачами, просто уникальным образом. И сейчас мы видим, как это изменилось, потому что в 2019 году сотни партнеров с разных уголков планеты, которые хотят вместе объединиться, чтобы делать мир лучше. Ваш покорный слуга отвечал за энергетику, нашу разминку, для того, чтобы целый день у всех хватало энергии и собранности, чтобы решать действительно серьезные задачи, потому что разные языки, разные менталитеты, но одна цель – экологическая технология по всей планете Земля. Мы были в Шарже, в нашем экотехнопарке, видели уже первые промежуточные опоры, встретились с Юницким, который рассказал, как происходит движение, в каком направлении мы идем, за что ему огромное спасибо. И находясь вечером на этих вот лежачках, глядя на этот город, на Дубай-Марину, мы понимали, что это действительно та страна, которая готова целиком и полностью к реализации данного транспорта. И не потому, что они очень богаты, потому что другие виды транспорта традиционные стоят гораздо дороже, чем наш вид транспорта. Потому что эти люди стремятся к развитию, стремятся к лучшему в своей стране, в Объединенных Арабских Эмиратах и для всего мира. Поэтому их так заинтересовала эта технология. Именно поэтому нас представили в Объединенных Арабских Эмиратах на всемирном правительственном саммите, где встретились более 140 представителей планеты для решения глобальных вопросов, а не локальных, представили наш транспорт как одну из двух транспортных инноваций. И после чего мы получили проект. Проект в Дубае. В Дубае Марина. В бизнес-центре Объединенных Арабских Эмиратов. 15 километров. 21 станция. То есть наш транспорт, который сможет перемещаться где угодно и даже проходить сквозь высотки. Представьте, идет высотка, у нее один из этажей, просто убираются, так скажем, просветы, ставятся двери, и здесь делается как станция. И транспорт просто заезжает в здание и никак на него не опирается. То есть любые здания могут быть использованы под станцию. Мы можем пройти в любых направлениях, в городах, на разных уровнях, в любых направлениях, под тоненьким струном, которое не будет мешать нашему взору. Вы представляете, какие у нас возможности открываются. этот транспорт уже начал свою реализацию в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что мы сделали там и сертифицировали трассу, провисающую в ВИП-исполнении, с транспортом в ВИП-исполнении, который может выдерживать данное количество солей в воздухе, то есть чтобы не разъедало конструкции весь этот вездесущий песок и огромные температуры. То есть Анатолий Эдуардович подтвердил крепкость и надежность технологий в тропическом исполнении, чем самым получил зеленый цвет на продвижение дальше. И если в 2018 году мы видели только-только-только самое начало этой работы, то уже сейчас мы видим, насколько серьезно она развивается. Мы видим, как процветает каждая из четырех трасс, как развивается и грузовая трасса, и пассажирская трасса на большие потоки. Мы видим наш транспорт грузовой, который предоставил супер цену на перевозку. Один доллар за сто тонн на километр. Это инновация в транспортной отрасли. Это пройдется по всему миру, и множество людей это увидят, заметят, потому что это очень серьезно изменит наши грузоперевозки. И представьте, всего несколько человек смогут следить и модерировать сотни, а может даже и тысячи транспортных средств, потому что они все двигаются самостоятельно по определенным заложенным маршрутам и алгоритмам. То есть убирается человеческий фактор, убирается трата времени, который мы тратим на ведение нашего транспорта. Мы просто наслаждаемся нашей прекрасной природой, нашей прекрасной мире, пока положительная позитивная работа под нашему перемещению происходит сама собой. наши будущие города линейные, наши будущие эко-поселения будут связаны именно таким транспортом, потому что строить по новым технологиям города и засовывать туда старые виды транспорта, прям засовывать правильное слово, хотя мы можем разместить наши ажурные конструкции и иметь гораздо больше пользы, красоты и продуктивности. Также множество делегаций посещают наши шарджи и следят за сертификацией транспорта там. Приезжают из Индонезии, из Европы, Индии, Америки, Южной, точнее, Африки, тропического климата, потому что это действительно потрясающее решение. И множество этих людей, невзирая на ограничения, то есть мир движется дальше, и эти люди понимают, насколько важно может быть это направление, что даже сейчас до конца развития, при том, что это еще проект народный, уже приглядывают, уже следя за сертификацией, и, наверное, работают по, так скажем, внедрению этих технологий в своих странах, в своих городах. А теперь то, на чем я хотел заострить внимание, новый сертификат. И власти Шарджи подтвердили надежность струнной трассы ОАЭ. Трасса длиной 400 метров в центре ЮСТ-Инк в Шарджи получила официальное разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Разрешение получено на основе сертификации технологии ОАЭ, которые проверила компания ТУФ-СВ. Проверка показала надежность и безопасность всей системы транспорта в ОАЭ. И теперь самое вкусное. Благодаря разрешению властей коммерческая реализация струнного транспорта стала еще ближе. Напомним, по словам генерального конструктора ЮСТ-Инк Анатолия Юницкого, до конца этого года планируется подписать минимум три контракта на адресные проекты. Строительство первого проекта может быть завершено к 2023 году. Скорее всего, приблизительно в это время закончится и пятнадцатый этап уже. А у нас уже будет готовая трасса, работающая, полностью подтверждающая наш успех, наши характеристики и даже уже дающие первые, так скажем, статистические данные, насколько же она полезна по сравнению с другими традиционными транспортами. То есть, дамы и господа, четырнадцатый из пятнадцати этап. Сильные стороны только укрепляются, слабости тают на глазах, как весенний снег, возможности пробиваются с каждой стороны как подснежники из-под снега. Потому что я, например, и как я слышал от многих других партнеров, кто с самых первых этапов, они не представляли, что будет такое развитие в Объединенных Арабских Эмиратах, что так все разовьется, действительно, что прям будет собственный суперштат, который могут делать адресные проекты, собственное производство, так много партнеров. То есть, не представляли. Ну и опасности. Появляются какие-то новые опасности, как, например, пандемия, какие-то задержки в поставках или еще чего-то. Но в общем целом все опасности уменьшаются и уменьшаются, чем ближе мы к 15 этапу. Перед вами инновационный, надземный, скоростной, безопасный, экономичный, легко интегрируемый и экологически чистый транспорт. То есть, лучшие качества, которые можно было собрать в транспорте, Анатолий Эдуардович сделал это, взял и собрал их вместе. И мы имеем наш прекрасный транспорт. У нас есть 14 и 15 этап. Все этапы важны. На первых этапах было меньше всего действий и нужно меньше всего финансирования. На последних больше всего и сложнее действий и больше всего финансирования. Тем не менее, так же, как и в начале, поддержка каждого человека была важна и распространение этой информации. Так же важна, как и сейчас на 14 и 15 этапе. Чем быстрее мы поделимся с другими людьми, тем быстрее мы закончим и начнем реализовывать подобные изменения в наших городах. Ведь вы же хотите такой мир вокруг себя чистый, безопасный, разгруженный, без пробок, без шума. И это возможно нашими собственными руками. Сейчас еще у каждого есть возможность поучаствовать в этом прекрасном действии, стать частью этой эволюции технологической в эко-мир. Но с другой стороны осталось не так много времени. Прошло 6 лет и сейчас за год, наверное, максимум за 2 мы все закончим. То есть и финансирование, и постройку получается, что осталось не так много времени, чтобы смочь помочь, чтобы получить какую-то часть данной компании, ускорить, успеть рассказать большим людям. Ведь это и огромное вознаграждение за то, что делятся люди с другими людьми этой информацией, за то, что быстрее набирается финансирование. Каждый человек может без ограничений получить вознаграждение. И чем больше вы успеете до 15 этапа, тем больше пользы все эти люди сами получат и принесут вам при развитии следующих проектов. Потому что представьте, у нас полмиллиона человек сейчас в компании Sky World Community. И это та компания, которая в такое непростое время, в 21 году, в 21 веке, дает возможность работы каждому, любому человеку, на любом континенте, в любой стране, на любом языке, при любом образовании, в любое время с абсолютно любым другим человеком. То есть все свободные возможности без ограничения вознаграждения. Вам необходимо лишь только брать информацию, которую вы считаете важной, в одном месте и более кратко на языке человека передать ее в другое место. Так развивалось наше народное финансирование, так развиваются тысячи проектов. Но я вам рассказываю о самом важном, по моему мнению. Интересуйтесь, заходите на сайт skyway.capital, skyworldcommunity на YouTube, вы сможете узнать очень много нового, очень полезного. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Пишите, в чате вы чуть выше найдете корпоративную почту, можете написать на нее. Приглашайте своих знакомых, друзей на встречи. В октябре их будет достаточно, еще четыре встречи, тем более, что 27 числа это уже будет встреча, и я буду вести для вас прямо из Дубая, прямо из Объединенных Арабских Эмиратов, и постараюсь сделать какие-то уже самые первые вырезки видео, чтобы показать вам прямо по горячим следам, как идут успехи в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что специально для группы победителей первые, так скажем, партнеры, которые посетят Экотехнопарк в Шарже, в Объединенных Арабских Эмиратах, и прокатятся на новом транспорте. Представляете? Так что приходите на презентации, зовите людей, пускай приходят в ближайшие дни, там, 13-го, в 7-м, в 19-го, это уже тоже будет из Дубая в 7-26-го к Владиславу Волкову в 7 вечера по Москве, и 27-го уже постараюсь вас порадовать чем-то новым, интересным, вот, так скажем, маленьким прорывом. Ведь, дамы и господа, Экспо и Экофест 2021 это будут мировые события вообще в истории, потому что после них все очень серьезно изменится. И после того, как мы закончим этот проект, и он выйдет на самофинансирование, делая мир лучше самостоятельно, с удовольствием, благодаря нас дивидендами и огромной капитализацией, мы начнем продвигать эко-дома Анатолия Эдуардовича с озеленяемыми крышами, которые сами себя обеспечивают, с, так скажем, возобновляемыми видами энергии, эко-поселения и линейные города, чистые пространства с жизнью, которая действительно достойна живого, где весь первый уровень безопасен для нас, где может процветать любые плоды, любые фрукты, овощи и кормить нас, где мы с флорой, фауной, нашими детьми сможем чувствовать себя в безопасности, в гармонии, в покое и изобилии. Это тоже технология Анатолия Эдуардовича, о которых он уже говорит. Мы еще предыдущий проект не закончили, но он уже старается поделиться, чтобы у всего человечества было время получить эту информацию, принять ее, освоить и быть с нами, когда этот момент придет, когда мы будем продвигать следующие технологии. За 21 век более 20 миллионов километров дорог сможем сделать с трудными технологиями, освободив нашу планету и дав ей новые возможности, после чего, вынося вредоносную техногенную сферу в ближний космос, мы сможем стать воистину космической цивилизацией. стоит только поинтересоваться эко-миром Анатолия Эдуардовича Юницкого. unitsky.engineer или unitsky.co Дамы и господа, перед вами будущее. Хотите ли вы стать его частью? Хотите ли вы стать частью положительных изменений в мире? У вас есть такая возможность. Я надеюсь, у меня получилось объяснить вам, что это касается каждого. Очень сильно касается каждого. И оказалось, что каждый из нас способен огромные действия и огромное влияние проявить в сторону этих изменений. 15 этап не за горами. Успейте хотя бы один раз поделиться с вашими близкими, любимыми, знакомыми, просто, например, знакомыми, богатыми людьми, которые могли бы быстрее это завершить. Если вы поизучаете, вы поймете, это действительно стоит вашего внимания. И каждый будет благодарен за то, что вы успели коснуться этой информации до него. Не опоздайте. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Очень радостно, что люди выделяют внимание таким важным вещам. Берегите себя, берегите своих близких, берегите любимых. Улыбок. С вами был Артем Курбан и Кабу.